Добрый день! А с вами снова Светлана. И я вас всех встречаю с душой на своем канале Посеем-пожуем. Всех гостей и всех подписчиков моего канала. Сегодня будем с вами сажать такой овощ, как редиску. И я думаю, все любят этот вкусный, ядреный, остренький овощ. Но какой салатик без нее! И это самая наша первая вкуснятина, которая дарит нам земля. У нас только-только сошел снег. Еще долго шли дожди, были заморозки. Ну вот, немножечко потеплело, правда, сегодня пасмурно. И я быстрее-быстрее тороплюсь посадить эту вкуснятинку. Давайте, поехали! Будем сажать вместе. Здесь у меня огуречник вообще-то, огурцы растут. Но я думаю, сейчас я посею редисочку. И буквально к концу мая я практически урожай уже соберу. Я посею не только редиску, но и немножечко руколы. Это такой вкусный салат, друзья, попробуйте. Вы видите, что сверху у меня идет мульча. Я никогда не оставляю эту землю в зиму под черным паром. Но про мульчу у нас будет, друзья, с вами отдельный разговор. Эту мульчу мы убираем и ни в коем случае не выбрасываем. Я вам потом скажу, что мы с ней сделаем. Это же питание. Но вы должны подписаться на мой канал и дальше смотреть эти ролики. Сейчас смотрите до конца, какую хитрость я вам покажу при посеве редисочки. Вот подарили перчатки, но не могу я работать в перчатках. Все руками, руками. Вот должна почувствовать почву. Многие, наверное, так. Делаем бороздочку. О, какие, друзья. Сделали бороздочку. Здесь уже друзья-товарищи у меня. Червячки. Это говорит о том, что очень-очень плодородная земелечка здесь. Потому что по центру у меня помоечка. Это пищевые отходы, друзья. Огурчики, знаете, как любят эту помоечку. Ну и редиска тоже. Сейчас мы, земля прохладная. И мы проливаем ее кипяточком. Редиску 7. Я люблю французский завтрак. Это вот такая вот длинненькая редисочка. Она скороспелка. Сладенькая, немножко остренькая. Очень вкусная. И очень быстро она вырастет. Потому что все-таки здесь же огурцы у меня будут. Мне нужно урожай собрать побыстрее. Поэтому я сажаю ранний сорт. По одному семечку стараемся. Но если упадет 2-3, ничего страшного. Кстати, друзья, знаете о том, что редисочку, оказывается, можно пикировать. Я об этом не знала. Если густо посадили, спокойно можно ее отсаживать. И пересаживать в другую грядку. Вот мы посеяли редисочку. Сверху мы прикрываем ее. Здесь у меня немножко земли, песок и зола. Вот это нужно для редиски обязательно. Сверху мы ее присыпаем. Вот этой смесью. И дальше своей родной землей немножечко присыпаем. Слегка. И дальше, друзья, одна тонкость. Что у меня в руках? Кто догадался? А это елочка, которая на Новый год нас радовала. А помните, если вы смотрели мои ролики, я вам говорила, не выбрасывайте. А сейчас вы понесетесь в лес искать вот это золото. А для чего я это делаю? Сейчас скажу. Я рассыпала мелко струганую вот эту вот хвою дальше по грядочке. Потому что черная бложка очень любит вот это семейство крестоцветных. И она вперед нас погрызет наш урожай. А чтобы этого не было, мы присыпаем вот так. Она не закислит почву, потому что это мы сделали чуть-чуть. Но при поливе, когда мы польем, а сейчас я ее полью, эту грядочку, она будет выделять запах, смолистый такой запах. И это бложка не любит и боится. Сверху мы накроем целлофаном. И как только редисочка взойдет, ну буквально вот так вот, мы целлофан уберем и накроем укрывным материалом специальным. После этого укрывное материал будет у нас практически постоянно. Открыли, полили, закрыли. И тогда нам ничего не страшно. В принципе, когда редиска уже будет побольше, крестоцветная бложка ее уже кушать не будет. Она любит молоденькие листики. Но я с вами прощаюсь. И я думаю, вы все сейчас кинетесь сажать эту вкуснятинку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok